Они вот как раз уходят в почву, прямо для почвы предназначен. Именно поэтому он сразу вносит семена, чтобы они пользовались этой водой. Если у вас нет лишнего трактора и лишнего тракториста, можете подождать две недели. Когда этот покров исчезнет, влага будет потеряна в виде испарения, и тогда покровная культура, конечно, расти не будет. Или если анкер раскрывает почву, то он все равно стимулирует испарение. И покровная культура не будет расти. Я говорил сегодня в своей презентации, что Агросоюз отказался от анкеров в пользу дисков для получения более высокого качества травостоя. Я учусь, когда езжу. Я не рассказываю только то, что увидел или узнал на своей ферме. Я и у других учусь тоже. Это распространенная проблема. Это распространенная проблема, когда жалуются, что нет сходов патронных культур везде. Вот именно с анкеров. Я не буду повторять. На самом деле, коллеги, я искренне говорю сейчас абсолютно правдивые вещи. Ключевой момент. На каждой конференции наши коллеги говорят, что сейте сразу после посева. Комбайн и сеют. Реально, коллеги, мы этого не делаем. Один день, если разрыв, стоящая стерня, это риск неполучения спорта. Еще один момент. Возможно, вам это поможет. Если у вас нет очесывающей жадки, постарайтесь поднять жадку уборочную как можно выше. Как минимум, не связайте ниже второго междуузля. Срезанная стерня имеет, и особенно у вас в ветрах, имеет свойство через трубочки вытягивать влагу. Вот эти перебоночки, они ничто иное, составляют хоть какое-то сопротивление вот этому оттоку воздуха. И то, что сказали коллеги. Абсолютно. У вас есть дисковоселка, я знаю. Сейте дисковоселка. Вот. Скажите, что-то не так или руки кривые? Значит, в этом году, проникнувшись, мы посеяли покровную культуру за комбайном. Вот комбайн шел, и за ним шла сейер. Сколько успел. Потом перешел на другие поля, стал сеять сахлор с горчицей, вплоть до начала сентября. Насеял много. Так вот, за комбайном, о чем зашло. Вообще, сходы реально начали появляться. Вот позднего посева, и когда температура упала, прошли первые сентябрьские дождики, туманы, а после комбайна, ну, вообще ничего не было. Что вы сеяли? После комбайна, честно, сеял сахлор, а дальше уже сеял сахлор с горчицей. Вот, смотрите, первое. Есть еще одно, но это более сложное правило. Времени просто, ну, понятно, ограничено. Если очень, помните, кто-то из коллег говорил за интенсификацию сего оборота и понимание, что происходит в этот год у нас в культуре. Есть одно правило. Если у вас год сухой, я сейчас расскажу, как я придерживаюсь. Если у нас год сухой, и вы смотрите, культура у вас убирается, то сев культур, вот эти покровы, исключается из коктейля, исключаем из коктейля крупные семена культуры. И еще один момент. Если год сухой, постарайтесь, если есть возможность, разбросайте, не сеять, внимание, а разбросайте мелкие семянные культуры в предыдущей культуре. Как вы это сделаете? Сейчас не спрашиваю. По следам опрыскиваю. Вот. Это другое. И не залевывайте их в почву, а просто покройте их равномерным, внимание, равномерным стоим кожденных остаток. И, если год сухой, обратите внимание, когда и где у вас возникает точка росы. Я, может быть, сейчас сложно отвечаю, но точка росы – это когда стыкаются две температуры окружающего воздуха и почвы. И если у вас почва покрыта, она, помните, пол показывал, что там температура этой почвы, она намного ниже, чем температура окружающей среды. Так вот, почему мелкосемянная культура разбросанная, не крупные зерновые, не нут, не кукуруза, не сафлау, не какие-то другие крупные семена, а мелкосемянные, они вам, эта точка росы как раз возникает под слоем вожденных остатков и на поверхности почвы. И вот этой влаги для мелкосемянных достаточно уверенно, что вы получите. Теперь второй вопрос. Если у вас влажный буль, ну, достаточно нормально шли осадки, тогда вы едите, как положено, вот, вы будете, вы будете. И если, вот, смотрите, вы, это не доктор, что обязательно, бывает такое, что я просто-напросто не могу сеять, ну, по разным причинам. Эканизатор запухал нас, не знаю, поломалось что-то, ну, у вас нет, у меня есть, этот, отводите, просто-напросто не получилось, да, тогда уже жду, когда какие-то осадки выпадут, и тогда начинаю. Но сею всегда. Рик Бибер, я ему всегда задавал эти вопросы, 4 года я к нему ездил, 4 года я ему задавал вопросы, у меня никогда не входит. Я жду дождя, он говорит, ты представляешь, а ты можешь спрогнозировать, когда у тебя будет дождь? Он говорит, а я всегда сею. Завтра пойдет дождь? Я в шоколаде. Не пойдет, он пойдет послезавтра. И этих осадков, которых там, 1 мм, 2 мм, для этих, тут достаточно. Можно еще вопрос. Вы говорите, и мелкую снявку сбросать, если суховее нет влаги. А тогда вопрос в области. Сами только что сказали, как можно выше срезать, если нет отсчетов, либо отсчетов. Как нам быть, так все-таки можно лучше посеять? Лучше посеять. Чем разбросать? Подождите, коллега, вы меня неправильно услышали. Я говорю, всегда лучше сеять. Да. Но если нет, то возможно. Я говорю, если нет возможности, если нет каких-то условий. Но вы понимаете, мы занимаемся бизнесом. У нас, когда выросла пшеница, поверьте, вы не думаете о микоризе в почве. Вам надо быстрее, думайте, убрать, куда бы это самое. Вы кидаете все на это силы. Я говорю, из практики. И когда люди говорят, что ты в этот момент, а у тебя там трактор поломался, у тебя, извините меня, пожарники тебя обходят вот так вот. Это работа. Тебе надо трактор с водой подвести, бочкой. Он стоит, он должен подцепить силку, хай сеет, а ты не бочку с водой вези. У тебя надо опахать вот это. Ну не знаю, у меня это боль. И тогда у тебя не хватает никаких ресурсов. И ты смотришь, но с другой стороны, фу, слава богу, убрал, потом ты вспоминаешь о микоризе. Я не могу не сказать, пожалуйста, мать-то не думай, он говорит, как должно быть. У меня хватает все. Я не права, я не права. Я не права. Я про себя. Я говорю про то, хвалы, которые мы отработали. Они пошли осенью, в октябре. Вот небольшие. И нормально, и нормально. И это нормально. Я не показывал здесь слайд. Такое растение, которое у вас вырастет, это уже хорошо. Что-то и есть, ничего не было. Водрокоптером съей. Я вчера с ним разговаривал, что-то разговаривал. Вот наше понятие, чтобы вот такая была, и шапку кинул, и висела. Не будет, и не надо себе тише. Он тоже мне вчера сказал, 2-3 сантиметра поднимется, это уже корешок, это уже все. Да, в мертвый сезон, потому что климат у нас такого нет, или орошение. Ну, орошеныш нету, да, понятно. Поэтому не надо, надейся, что вот так вот надо слазят, показывать. Это у нас тоже бывает. В прошлом, вот, вот, не были готовы, а получили услуги. Даже в 11-м году я второй урожай подсолнечников получил. Теперь уже отдавать пользу надо было, там менять, а специально посеем подсолнечник. Скоростелый, 50-60 дней этого, все, выкачаем, как-то удобрение. А он 12-го раздал. Ну, вот такой был, понимаете. Все урожай получил. Вот тогда, вот, там, вот, наконец. Три последних, вот в этом году посеем пшеницу, 28 сентября дошли, потому что в прошлом году были научены, закончили 10 октября. В 15-м пошли дожди, и вот мы через 10 дней все сходы получили. Понимаете, а если бы не пошли влежать, так эти семена будут влежать. А вот, наверное, хотелось бы, конечно, чем больше, тем лучше. Но даже вот это, вот это будет. И сегодня, через время пойдут процессы, будут больше структуризироваться. А если не начинать, то у нас всегда будет не структуризировано, то есть не мертвое, там, и не только... Many years ago, I asked somebody about the cover crowd. Ну, вот, много лет назад я спросил одного фермера по поводу посева покровных пушек. He said, seed it at harvest time. Мне сказали, что сеем вот во время уборки. It may or may not emerge, as we know. Ну, как мы все знаем, может взойти, может не взойти. But he knows, if the seed is still in the bag in the shed, it will not emerge. Но, во всяком случае, на сто процентов могу сказать, что если семена в мешке в сарае, то не взойдет дождь. So you're better off to put the seed out there and wait for the rain than start getting rain and not be able to get to the field. Now, when it comes to emergence, we have to look at the type of seed and the type of cover crop. Если вот говорить о всхожести, да, то надо смотреть на тип семян и тип вообще культуры. For a seed to germinate, it has to absorb roughly 50% of its own weight in moisture. Для того, чтобы проросло это семечко, оно должно где-то 50% от своего веса напитать воды. Edward's right. A very small seed does not need much moisture to germinate. Вот как сказал Эдуард, маленьким семенам не надо так много влаги для того, чтобы прорасти. Большим семенам нужно больше влаги. So also we need to pay attention is that a cool season cover crop or a warm season cover crop. Надо также следить, это холодного периода покровная культура или теплого периода. In some way, like mustard, a cool season crop does not buy to emerge in the heat of the summer. Вот, например, такая культура, как горчица, это культура холодного периода. Ей не очень нравится всходить в жаркую летнюю погоду. And so a lot of times my cover crops, I'll put in warm season and cool season in the cocktail. Поэтому я, когда делаю смесь, я объединяю как теплого, так и холодного периода в культуру. I put in grasses and legumes into the cocktail. Я кладу в коктейль в этот и злаки, и бобовые культуры. Then in the heat of the summer, the warm season can grow. Тогда вот в жаркую летнюю погоду вырастут культуры теплого периода. And the cool seasons are waiting there for rain or to grow later or are waiting for the frost to kill the warm season. А культуры холодного периода будут ждать либо пока похолодает, либо первого дождя, либо вообще пока мороз убьет культуру теплого периода. I also throw in a couple of brassicas for good taproot. Я еще бросаю в смесь несколько крестоцветных для того, чтобы получить хорошую стержневую корневую систему. And a couple of pollinators for attracting beneficial insects. И несколько культур, которые привлекают опылители. So I commonly do mixes around 12 to 15 items. Обычно у меня в смесь, смесь состоит из 12 и 15 компонентов. And even if one or two emerge right away, the rest wait, I have something growing. И даже если из этих 15 сразу взойдут только два, а остальные будут ждать, уже хорошо, уже что-то растет. But I plant already the single species, and this is not the right condition for that species, I have nothing. So again, I'm thinking of the cover crop seed. What are you planting? Bud also says, if the weeds are emerging, there's moisture, the cover crop should emerge. Well, one thing we have failed to say is, look at your weeds. Your weeds are Mother Nature's way of telling you what's missing in your rotation. For instance, in United States we have a lot of corn and salt.